Всем привет! У меня такое впечатление, что мы с вами давненько уже не делали каких-то насыщенных макияжей. Я решила сделать сегодня вот этот, который вы видите на мне. Он очень такой в теплой гамме, мне кажется, для весны как раз самое то. Понятное дело, это не повседневный макияж, но на вечер он будет просто замечательно подходить. В общем-то, если вам интересно посмотреть, как я его делаю, то, конечно же, продолжайте смотреть. Первое, что я буду делать, это наносить телесную базу на все свое подвижное веко, для того, чтобы выровнять оттенок. Я буду использовать MAC Pro Longwear Paint Pot в оттенке Soft Ochre. Следом давайте возьмем нашу палетку Too Faced Chocolate Bar или любую другую, которая у вас подходит по оттенкам. И мне нужно будет взять сейчас оттенок, который называется Salted Caramel. Это очень светлый, теплый коричневый оттенок. Я нанесла его на растушевочную кисть и сейчас буду им простраивать форму макияжа. Я сегодня буду делать более вытянутую форму, поэтому изначально ими стараюсь построить основной эскиз, который потом буду просто углублять. То есть уже сразу начинаю его вытягивать. И вот таким вот образом наношу оттенок. У меня это будет на нависание, то есть на открытом глазу должен быть этот оттенок видно на нависание. Иначе, если вы нанесете его в складку, то когда откроете глаз, будете смотреть прямо, у вас ничего не будет видно и не получится сделать такой же эффектный макияж. Поэтому, если у вас такая же проблема, как у меня, ну, вернее, даже не проблема, а просто строение века с новейшим веком, то наносите оттенок, который вот такой вот светлый, чуть ли не под бровь или хотя бы на то место, там, где вот у вас основное нависание, он здесь должен быть виден. И вот так вот вытягиваю этот оттенок, даже вот слегка захожу за бровь. Этот оттенок у меня постепенно будет сливаться с кожей, поэтому сильно большого перехода видно все равно не будет. Но эта теплота этого оттенка останется. Теперь на такую же растушевочную кисть я наношу уже более темный коричневый оттенок. Он называется Semi-Sweet. И у него тоже такой легкий теплый подтон. Его я буду наносить, в принципе, на ту же область, только уже в этот раз не буду подниматься так высоко, для того, чтобы сохранить вот этот теплый светлый оттенок сверху. Вот такое наслаивание очень хорошо помогает растушевывать тени между собой. И опять-таки на открытом глазу этот оттенок у вас должно быть видно. И независимо от того, складка века у вас, тут вот так вот открытая у вас века или наоборот закрытая, вот на этом месте у вас должен быть темный оттенок, который постепенно переходит на нет. У меня слегка потерялся этот светлый оттенок, который мы наносили первым, поэтому я беру кисть, которым его наносила, и на нее больше ничего не наношу. Просто вот остатками на кисти прохожусь снова по этой зоне, и это как будто заново возвращает этот оттенок мне на века. И еще лучше все растушевывает. Теперь давайте перейдем к подвижному веку, и сюда я буду наносить светлый бронзовый оттенок, опять-таки из той же палетки, который называется Hazelnut. Наношу его вот так вот на центр века, и растушевываю в обе стороны. Мы, конечно, можем обойтись и без него, то есть можно просто матовыми текстурами сделать этот макияж, но мне кажется, это немножко более красиво получается, когда добавляются бронзовые тени. Эти оттенки начинают вокруг этого бронзового очень красиво играть. И внутренний уголок мы оставляем абсолютно голым, пока туда ничего не наносим. Теперь на маленькую растушевочную кисть я наношу самый темный коричневый оттенок, который называется Triple Fudge. И им я буду как будто еще больше углублять тени, и наношу его сугубо вот так вот складочку в самый внешний уголок глаза. Далеко им не захожу, просто он нужен мне для того, чтобы сильнее углубить тот макияж, который я уже сделала. Снова растушевочной кистью с самым светлым оттенком коричневого растушевываю все в целом. И опять-таки сюда я ничего не наносила, просто остатками. Еще с самого первого раза прохожусь. Во внутренний уголок глаза я хочу нанести желтый оттенок. Я буду использовать матовый желтый оттенок от Inglot под номером 370. Эти тени достаточно пигментированы, поэтому оттенок будет видно, и можно не использовать какую-то базу желтого цвета или карандаши какие-то. Вот в принципе этого оттенка вполне достаточно для того, чтобы он заиграл во внутреннем уголке глаз. И то же самое я дублирую на нижнем веке. После чего я беру маленькую кисть и наношу на нее Salted Caramel. Это самый светлый теплый оттенок. И буду оформлять им нижнее веко. Опять-таки для того, чтобы добиться вот такого же эффекта обрамления теплым оттенком, я буду пускать его довольно-таки низко. И обязательно убедитесь, что вы соединяете верхнее и нижнее веко. На ту же кисть нанесла самый темный оттенок Triple Fudge. И вот сюда вот во внешний уголок наношу и соединяю его с этим же оттенком на верхнем веке. Вот приблизительно как-то так. Теперь можем переходить к подводке. Я сегодня буду использовать гелевую подводку. Сегодня я буду делать стрелочку. Не слишком большую, но и в то же время не маленькую. Вы в то же время можете делать в принципе такую, как вам нравится. Стрелки всегда делайте такими, какие вы считаете гармонично выглядят на ваших глазах. Если это огромные стрелки, делайте огромные. Если это маленькие, делайте маленькие. Если вам вообще не нравятся стрелки, вы можете их не делать. То есть не обязательно все макияжи повторять вот от и до, как показывают их бьюти-блогеры, я в том числе. Всегда их немножко адаптируйте под свои глаза. Макияж я заканчиваю нанесением темно-коричневого карандаша на слизистую. Верхнюю я буду закрашивать полностью и все межресничное пространство. А нижнюю водную линию лично я люблю закрашивать на 1 треть. По большому счету, все, что мне осталось делать, это накрасить ресницы. И сегодня я тоже буду клеить накладные ресницы. Я буду клеить такие половинчатые, которые будут вытягивать мои внешние уголки глаз. Я наклеила и накрасила ресницы, и макияж глаз на этом полностью закончен. Что касается остального макияжа, то здесь я в принципе ничего особенного не делала. ограничилась только бронзером на щеках. Я использовала Nars Laguna свой бронзер. И на губах я сделала такое комбо из нюдовой помады от Color Me. Это оттенок 906. Выглядит она абсолютно такой нюдовая, немножко с розовинкой. И дополнила это все вот таким вот блеском от Sigma, который называется Lip Switch. И оттенок у него Double Whammy. Вот в принципе и все. Надеюсь, что этот макияж вам понравился. Если так и было, то не забудьте поставить в нее палец вверх. Подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в следующих моих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok